Взяла вот так, хоп, прижала, прижала. Сажать цветы 17-летней оленей не привыкать. Девушка живет в частном доме, так что с рассадой имеет дело с детства. Однако советы старших слушает внимательно. Иного не позволяет рабочая субординация. Тем более, что стимул к труду у нее имеется. Работаю, потому что хочу себе планшет. Денег у родителей просить не могу, потому что я уже большенькая. Могу сама заработать. И вот пошла сюда, чтобы доказать им, что я могу заработать. Зарабатывает Алина хоть и немного, но за три месяца легко сможет накопить не только на заветный планшет, но и на обновки к школе. К тому же, свободное время для встреч с друзьями тоже останется. Рабочий день у Алины заканчивается в 4 часа. Да и работа у школьников не пыльная. В основном, конечно, мы привлекаем их. И работа у них облегченного характера. То есть где-то полить, где-то помочь поднести, унести. Ну, есть, конечно, всякие у нас ребята. И ответственные, и безответственные, и исполнительные, и ленивые. В то время, как одни уже трудятся в поте лица, другие только ищут достойное место работы. Так 14-летний Влад трудоустраивается впервые. И найти занятие самостоятельно ему пока трудно. За помощью подросток обратился в Центр выбор. Я ищу работу, ну, как бы мне без разницы, но я ищу с достойным заработной платой работу. В Центр занятости я не пошел, там не было вакансий. Вакансии предоставляются на летний непосредственный период. Ребята начали обращаться к нам с мая. Даже были звонки, начиная уже с апреля. Вакансии на данный момент, конечно, более 100, но хотелось бы больше, так как ребят обращаются у нас на данный момент уже более 150 человек. Впрочем, в выборе ребятам помогают лишь поиски вакансий. Трудоустройством же в итоге занимается Центр занятости, который, к тому же, поощряет работающих школьников премией. Юлия Мишурнова, Александр Матвеев, программа «Город».